Бизнес, экономика, история, культура. Через призму более 15 лет жизни в Поднебесной. Китай с Евгением Колесовым. Недавно мы говорили об увеличении поставок из Китая. И в общем-то сейчас отмечаем новую тенденцию, увеличиваясь количество запросов и поставки растут, оборудование, станков и производственных линий из Китая. В общем-то в этой ситуации, судя по всему, российские бизнесмены решили, что производство продукции в своей стране будет более рациональным, более выгодным. Поэтому закупают больше оборудования. В общем-то тенденция меня радует, потому как покупая оборудование, мы можем конкурировать с иностранными производителями и делать импортозамещение, что нашей стране в нынешней ситуации очень необходимо. Надо отметить, что не все оборудование из Китая имеет смысл возить. Например, мелкие станки какие-то, агрегаты, типа для производства ключей, возить из Китая невыгодно. В общем-то тему китайцы утоптали уже основательно. Они возят их контейнерами, эти небольшие агрегаты, в общем-то. И стоимость в России, наверное, даже можно сказать выгоднее, чем если покупать в Китае. Ну, во-первых, это единичная закупка, это не опт. Во-вторых, это доставка карго, что значительно удорожает, в общем-то, себестоимость, увеличивает себестоимость. Поэтому такие, например, поставки такого оборудования, как производство стаканчиков, пленки, пакетов, оно не очень-то и выгодно. Моржа невысокая по ним. Если заниматься, если для своих нужд, в общем-то, экономия составляет 15-20%, как правило, мы поставляем сейчас много станков для производства салфеток. Небольшие агрегаты, метра полтора длиной, высота примерно метр. Разные бывают комплектации, там с рисунком, с каким-то стеснением. В общем-то, станки недорогие, возим мы их с раковтовыми контейнерами. И сейчас клиент отмечает, что китайцы поджимают. Китайцы жестко конкурируют. Как конкурируют китайцы, знает весь мир. Поэтому даже много лет работая в какой-то теме, и китайцы, если ее нащупывают, в общем-то, начинают вытеснять. Сейчас имеет смысл думать о поставках оборудования более технологичного. Китайцы, китайские производители, в общем-то, тяготеют к этому. Например, буровые установки, лифтовое оборудование, эскалаторы, различные дробеструйные аппараты, пневмооборудование, например, медицинское оборудование, в том числе и диагностическое. Вот это все из Китая возить выгодно. Перерабатывающие линии, например, по переработке шин, компьютерных плат, сельхозпродукции. Все вот это возить имеет смысл. Башенные краны, свои бойные машины. Это в Китае сейчас очень выгодно. Мы недавно поставили в Польшу два мусороперерабатывающих завода. Полного цикла, начиная от сортировки мусора и заканчивая выпуском тротуарной плитки разных цветов. То, что на тротуарах стелят, это мусороперерабатывающие заводы выпускают. Ну и плюс еще фрагментация разного мусора по структурированию его, и еще дополнительные какие-то материалы для производства другой продукции. Вот эти вот заводы в Европе стоят по 20 миллионов. В зависимости от количества печей, от транспортеров, ширины, длины и так далее. А в Китае они стоят порядка 4-5 миллионов. Поляки купили два. Один купили, поставили куда-то, по-моему, под Котовицы. Котовицы или Забжи, что-то такое. У нас ездили специалисты вместе с китайцами на наладку этих заводов. А второй на перепродажу. В общем-то, убили, как говорят они сами, двух зайцев. И себе поставили завод мусороперерабатывающий. И еще с целью того, чтобы проводить там экскурсии, рекламировать. И сразу, в общем-то, в готовом виде его перепродать. Вот такое оборудование, если закупать в Китае, это, в общем-то, выгодно. При поставках оборудования важный момент, на который стоит обратить внимание, это запасные части и сервисное обслуживание. Значит, момента два. Ну, сами понимаете, и любой бизнесмен знает, да, если у него оборудование стоит, что-то сломалось, да, какой-то узел и стоит там два-три месяца, не работает, это потеря денег. Потеря позиций на рынке и так далее. Вот. Поэтому вопрос комплектации запчастей и сервисного обслуживания, это тема актуальная. Если же, кстати, другая сторона, да, если китайские производители, вот в последнее время имеют такую прихоть, можно даже так сказать, делают сервисное обслуживание, сервисные центры в России. У них несколько дилеров, и они открывают сервисное обслуживание, чтобы, в общем-то, повысить качество сервиса. И смотреть, следить за своим оборудованием, чтобы запчасти были всегда там, особо повышенной амортизацией, чтобы они были всегда на складе. Так вот, эта ситуация не совсем хорошая с точки зрения, как рассказывают сами клиенты, если китайский производитель выходит на сервисное обслуживание в стране уже, то он позволяет работать по формуле N, условно говоря, плюс 30. Плюс 30% максимальная стоимость, которую можно добавить к его оборудованию. Если же, если несколько дилеров, в общем-то, чтобы не делать на рынке сумятицу, разрешают прибавлять определенное количество. Кто-то там 15, кто-то 20, кто-то там 50%, но есть верхний потолок. Поэтому, значит, обратная сторона медали. Если нет сервисных центров, в общем-то, дилер, если он имеет эксклюзивные права на территории, например, России, он может сам устанавливать цену. Он может ее делать и 50%, и 3 цены, и как ему будет угодно. Главное, чтобы шел процесс, чтобы покупали и продавали. Поэтому здесь нужно смотреть с той позиции, чтобы соизмерять риски. Многие клиенты задают часто вопрос, а способны ли китайцы вообще создавать аналоги, например, немецкому оборудованию? Я могу четко сказать способны. Все, что нужно было китайцам узнать, они узнали. Инженерам, где нужно было побывать, на каких выставках, производствах, они везде побывали. Одно время бытовало мнение о том, что китайцы вот все копируют. Сейчас инженерная мысль на китайских производствах шагнула значительно вперед. Поэтому китайцы не только копируют, они дорабатывают эту модель. Да, понятно, получая какое-то, значит, в свое пользование какое-то готовое изделие, не тратя время на его разработку, на его проверку, обкатку и так далее. Они тратят время, инвестируют свое время на усовершенствование той или иной модели. Вы помните, несколько лет назад был скандал с маркой Bosch, немецкие производители, когда китайцам хотели, в общем-то, вменить, что они украли дрель. Дрель и, по-моему, что-то там, обрабатывающее какое-то там оборудование в плане, там, диски, алмазные шайбы, что-то такое. Вот, и, значит, китайцы доказали, что их дрели и вот это вот оборудование, оно лучше, чем оригинал, о чем Bosch. Они, в общем-то, стащили, говоря откровенно. В китайской прессе это очень сильно, широко освещалось. И известно, да, китайцы, в общем-то, внутри страны говорили, да, мы позаимствовали, но мы усовершенствовали. И это так и есть. Китайцы это все могут усовершенствовать, но по соотношению цена-качество, китайцы номер один в мире, равных им нет. Вот, этот момент надо учитывать. Например, мы поставляем сейчас оборудование для производства номеров, для автомобилей. Полный цикл, значит, с бобин алюминиевых, значит, дальше идет лента, комнаты конвенционирования, штамповка и так далее. Вот это оборудование стоит в Германии 600 тысяч долларов, в Китае 150. Ну, плюс доставка, растаможка, разумеется. В итоге мы получаем, что в Китае закупить его выгоднее в три раза. Кто-то скажет, что китайцам, как до луны, пешком до немецкого качества, что культура производства в Китае значительно ниже, чем в Германии. Неверно? Неверно. Когда мы приезжаем на эти заводы и видим немецких инженеров, итальянских инженеров, испанских инженеров, мы понимаем, и они понимают, сами немцы говорят о том, что да, китайцы шагнули резко вперед. Они задают новую высокую планку, что итальянцы и немцы приходят в шок. Поэтому говорить о том, что китайцы значительно отстают, это неправильно. Уже это неправильно. Китайскому качеству можно доверять. Можно доверять, с китайцами можно, в общем-то, работать. И сегодня ситуация такова, что, ну, многие, наверное, столкнулись, кто работает с Европой, да, негласный приказ по таможне не пропускать европейскую продукцию без внимательного и пристального контроля. Будь то оборудование, будь то запчасти, продукты и так далее. На таможне очень четкая установка. Поэтому многие, наверное, столкнулись с тем, что груз необычно долго стоит на таможне. Это не просто так. Никаких прямых документов, конечно же, этому нет. Но негласно это работает. Поэтому, с одной стороны, выбирать Европу дорогую и якобы качественную, с какими-то нестабильными сроками поставок, с нестабильной работой и, в общем-то, неподдержкой России даже в нынешней ситуации. Или выбирать, с другой стороны, Китай, где качество на должном уровне. Я подчеркиваю, что это сами европейские производители признают, а некоторые даже размещают заказы в Китае, а потом продают уже нашим. Это сплошь и рядом. И, в общем-то, лояльный Китай, выгодный по цене Китай, который настроен отыграть у европейцев позиции на рынке поставок оборудования. Если говорить о цифрах по импорту оборудования из Германии, то доля немцев составляет 27%. А Китая в три раза меньше, всего 9%. Но китайцы, вот из разговоров, из последнего, буквально конец лета, начало осени, из разговоров становится понятно, что китайцы намерены отыграть позиции у европейцев. Еще есть один очень важный момент, о котором нужно сказать. Китайцы с огромным интересом и желанием комплектуют оборудование, узлы подвержены наибольшей амортизации, запасными частями, бесплатно порой. Главное, чтобы работало. Обучают персонал, отправляют за свой счет инженеров на пусконаладочные работы по оборудованию, учат российских коллег, российских инженеров, которые будут обслуживать это оборудование. Китайцы всецело повышают сервис для того, чтобы выбирали их. Поэтому, если есть какие-то сомнения, если есть какие-то моменты, не позволяющие пока принять решение работать с Китаем, в силу каких-то сомнений, их развить очень просто. Прилететь в Китай, проехать на производство, посмотреть, уже имея за спиной опыт посещения итальянцев, например, немцев, можно будет сравнить и понять, что китайцы им не уступают. Я подчеркну еще раз, приятно, что российские бизнесмены начинают закупать оборудование и производить что-то в России. Компания «Оптим Консалт», наши специалисты, в общем-то, готовы всемирно поддержать подобные компании, производства на китайском направлении. Поэтому, если будет желание приезжать в Китай, мы, в общем-то, готовы.